Добрый день, дамы и господа, уважаемые профессионалы телекоммуникаций. Доклад стоит на 15.15, но поскольку все, наверное, хотят домой, чем сидеть вот это вот слушать, можем начинать раньше. В принципе, кто там в зале хочет послушать, подходите, мы начинаем. Меня зовут Евгений Евтушенко, я директор по развитию компании Debs. И пока я с вами разговаривал, у нас сейчас экран. Все, есть, можем начинать. Поговорим о штуке, которая называется IoT или Internet of Things или еще по-другому интернет вещей. И, как утверждает, есть такая уважаемая Global Analytics, 87% населения Земли вообще не знают, что такое IT, никогда не слышали этот термин. Я очень надеюсь, что вы о нем хотя бы немножко что-то слышали. Для начала немножко цифры. Итак, по состоянию на сентябрь 2019 года население Земли составляет 7,725 тысячных миллиардов человек, то есть уже почти 8 миллиардов людей. Из них пользователи интернет 4 миллиарда 388 миллионов, то есть уже больше половины населения Земли. Пользователи мобильной связи. Сюда входит и голосовая, и дата, вот как она есть, 5,13 миллиардов. Мобильных подключений 8,97 миллиардов. Проникновение мобильной связи 116% в мировом исчислении. Это очень сильно зависит от региона. Например, если посмотреть на… Если не смотреть никуда… Похоже, хаб засыпает или что-то с ним сходит. Если посмотреть на… Ну, цифры я дал по Украине, в принципе, Молдову можно сапроксимировать, если не Молдова, а ваш другой домашний регион тоже, они будут плюс-минус похожими. Итак, население Украины у нас сейчас порядка 40 миллиардов, миллионов мобильных подключений в Украине 54 миллиона. Это больше всего населения, включая детей, стариков и так далее. Пользователи интернет в Украине 26 миллионов. Эта цифра приближается к количеству трудоспособного населения. И мобильная связь 3G, 4G, вот видим 19 миллионов, 9 миллионов. Зачем я даю эти цифры? В 1937 году математик, американский математик румынско-еврейского происхождения Джозеф Моисей Джуран вывел принцип Паретта. То есть, где Джурана, а где Паретта? Ну, Вильям Паретта, он всего-навсего собрал статистику. Это был классный итальянский статистик. Вот он собирал там статистику, но уже из его статистических данных что-то вывел Джуран. 20% результата, 80% усилий. И 80% результата, 20% усилий. Вот те вот цифры. База абонентов приблизилась к тому, что подключить следующего абонента нужно потратить в 4 раза больше усилий, чем было до этого. Ограничен ли рынок телекоммуникации вот этими цифрами? Да. Рынок телекоммуникаций ограничен цифрами количества населения. Нельзя продать человеку интернета больше, чем он его потребляет. Окей. Одна симка, две симки. Главы семьи. Три симки. Отлично. Пример Украины. Вот те цифры, что я приводил по количеству мобильных подключений. Они меньше, чем в прошлом году. Абоненты начали чистить базы. Операторы начали чистить абонентские базы. И количество мобильных подключений начало падать. МНП. Перенос номера. Опять же, зачем иметь две-три симки, если уже можно обойтись одной и так далее. Но есть рынок, который не ограничен вот этими натуральными числами. И это рынок интернета вещей. Я бессовестно утащил из Википедии это определение. Оно длинное. Хотите, читайте сами. Я обращу внимание только вот на одну формулировку. Исключающие и части действий и операций необходимость участия человека. Идеально. Мир электронных тараканов, живущих сами по себе, мы им не нужны. Какая наша задача? А наша задача сделать из этого бизнес. Если вы посмотрите на интернет вещей как таковой, то, в принципе, он вас уже окружает. Явно или не явно. Аналитики достаточно спорные утверждения, но, в принципе, большинство из них сходится в том, что первые объекты интернета вещей – это банкоматы. 1974 год. У нас есть физическое взаимодействие человека. Клавиатурку набрали, да, там карточку, все. И дальше мы пошли в интернет, проверили счет. Окей, деньги есть на счету, выдать купюры. Уже в 2008 году было устройств интернета вещей больше, чем людей. Ну и к 2020 году мы ожидаем уже порядка 250 автомобилей интернета вещей. Ну и самый главный вопрос – есть ли здесь деньги? Да, McKinsey, уважаемое агентство, оценивает этот рынок к 2025 году в 11,8 триллионов долларов в мировом исчислении. Понятно, что всякая страна, она очень сильно от своего валового дохода, от валового дохода на душу населения, понятно, кто-то получит пропорционально, кто-то получит чуть-чуть с этих 11 триллионов. Но рынок этот есть, и рынок этот не ограничен количеством населения. Количество устройств интернета вещей, вот можете посмотреть, это все миллиард, 15, 17, да, вот смотрим. 125 миллиардов устройств к 2030 году. Это 125 миллиардов интернет-подключений. 1 к 10, к населению даже 1 к 15. Интернет вещей – это будущий вектор развития рынка телекоммуникаций. Какие на сегодняшний день основные технологии интернета вещей? В принципе, их можно разбить на, ну да, такая мелковатая табличка, но я ее прочитаю, основные. Потом, кто захочет, может эту презентацию скачать, она будет доступна для публичного доступа. Универсальные решения и локальные решения. Потому что основное отличие вот этих вот всех технологий – это ведь по сути вот эта вот дальность расстояния. Мы двигаемся от универсальных, это которые Лоравансик, Фокс, Нейробенд, километры, да, и к NFC, где исчисляется сантиметрами. Каждая из этих технологий имеет свое применение. Какие-то из них между собой конкурируют, какие-то сотрудничают. Что-то из этого схлопнется, вот, но вот смотрим, универсальные, локальные, то есть или же, например, домашние, операторские. Хотя нельзя сказать, что Нейробенд и Лораван нельзя использовать в домашних условиях. Можно. Просто их плюсы не настолько очевидны в домашних условиях. Потому что то, что касается устройств Лораван и Нейробенд, и я на этом остановлюсь чуть-чуть позже, их основное преимущество – это экстремально низкое энергопотребление. Мы не будем рассматривать технологию SIGFOX, поскольку он настолько проприетарная технология, что оператор даже не захотел пускать в свою экосистему никого, кроме себя, любимых. То есть если SIGFOX не хочет присутствия в стране, их там не будет. Давайте все-таки глянем две основные технологии, наиболее пригодные для использования в телекоммуникационных сетях операторского класса – Лораван и Нейробенд. Лораван немножко старше, появился в 2015 году и использует нелицензионный спектр частот. Диапазон 868 МГц на европейском континенте, он выделен в так называемый ISM-диапазон, и при определенных ограничениях, касающихся максимальной мощности и рабочего цикла, пригоден для безлицензионного использования, наверное, в 99,9% стран европейского континента. Нейробенд, напротив, это лицензионный продукт. Поскольку используют частоты LTE. Нейробенд – это подстандарт LTE. Для работы Лораван необходимы шлюзы. Нейробенд, понятно, шлюзы не нужны, поскольку это обеспечивает оператор. Более долгий срок службы батареи, более короткий срок службы батареи. Почему? Лораван – это асинхронная система. Нейробенд – синхронная система. Канал постоянно поддерживаемый, канал поддерживаемый при появлении информации, необходимой для передачи. Так называемая алоха-система. Для нейробенд характерны низкая задержка и большая периодичность передачи данных. Лораван – высокая задержка и меньшая периодичность. Устройство Лораван гораздо реже появляется в эфире, чем устройство нейробенд. И низкая скорость передачи, высокая скорость передачи. Хотя и в том, и в другом случае речь идет о крайне низких скоростях передачи данных. В стандарте Лораван минимальная скорость передачи данных – это 200 байт в секунду. Это хватает только для передачи телеметрии. Но при этом срок службы батареи исчисляется годами. 5, 7, 10 лет. И более того, сигнал будет работать при минус 149 дб. В принципе, любое устройство интернета вещей, будь то Лораван, будь то Неробенд, будь то Зигфокс и даже Зигбили Зетвейв, плюс-минус они похожи. То есть у нас есть некий датчик. Да, неонка. Микроконтроллер, который снимает показания с датчика, отцифровывает. Передаем дальше на модем. Упаковали. Это радиоустройство, антенна, без антенны никак. И батарея. Что можно измерять? Да все, что угодно. Сухие контакты, напряжение. Видите, тут очень-очень-очень много всего. Здесь только ограничено фантазией и производственными мощностями китайских заводов. На самом деле любой датчик, который вы сможете найти, его можно использовать в применении. 95% датчика имеют стандартные индустриальные выходы. Либо 4,20 мА токовая петля, либо 0,10 напряжение, либо просто высокий-низкий импеданс. Но если мы что-то можем измерить физически, если это доступно для физического измерения, это можно использовать в интернете вещей. Есть такое агентство Forrester. У них такая вот красивая есть табличка «Основные направления развития интернета вещей». Они каждый год публикуют вот эту вот карту. The Internet of Things Heatmap. Это датировано 2018 годом. В 2019 году они еще не опубликовали свою карту. Может быть, будет опубликовано к концу года. Максимальный интерес интернета вещей – это первичное производство. Что такое первичное производство? Это сырые материалы, превращающиеся в первый промышленный продукт. Руда – металл. Зерно – мука. Окей, молодого. Виноград? Отлично. Дальше. Высокотехнологичное индустриальное производство, химикаты нефть, ритейлопт, транспорт, логистика и так далее. И движемся к финансовым услугам и страхованию, где им, в принципе, ничего особо не надо. Хотя есть достаточно узкая ниша, где все-таки находит применение интернет вещей. Это безопасность и видеонаблюдение. Интернет вещей используется в финтех-сегменте в охране банкоматов. То есть независимая там охрана. Хотя, да, это не лора, но тем не менее, даже стандартная GSM-сигнализация, она подпадает под определение интернета вещей. Давайте двинемся дальше и вспомним про те 11 триллионов долларов, да? Как они по индустриям? Вот такая вот карта. С 2014 по 2019 год распределение инвестиций в Айот решения по индустрии. Вот видите, наверху самый-самый большой кусок, где-то процентов 40 рынка занимает. Производство. Производство инвестировали, инвестируют и будут инвестировать. Транспортировка и логистика информационная, оптовая торговля, здравоохранение, розничная торговля. Ну и так дальше спускаемся в самый низ, где там развлечения, художники, обучение. Ну такое. Почему? Почему индустрия? Элементарно. Индустрия дает наиболее быстрый отклик по инвестициям. Я, в принципе, вот эти вот тезисы абсолютно бессовестно утащил у одного из лучших аналитиков мира ITMH и экранца. Он выносит это как один из основных постулатов в своей книге. Быстрые результаты. В первую очередь это сокращение штата. Приведу такой вот пример. Небольшой городок на юге Украины. И в этом городке есть городская сеть канализаций. Она построена таким образом, что продукт этой канализации, он должен протекать сквозь очистные системы под собственным весом. Самоосточная система. Но при этом для того, чтобы она работала, все то, что город понасливал в канализацию, должно каким-то образом подняться наверх. Есть система канализационно-насосных станций, которые просто из одной огромной бетонной емкости перекачивают в другую бетонную емкость. На сегодняшний день эту систему обслуживают 60 человек. 25 канализационно-насосных станций, на каждой из которых смена там по 3 человека. Что они занимаются? Емкость наполнилась, всплыл поплавок, включилась сирена, мужик побежал, нажал кнопку, включился насос. Перекачали, поплавок упал, лампочка выключилась, мужик побежал, нажал кнопку, насос выключил. Отлично, да, 60 человек, собака Павлова. Это все автоматизируется элементарно, легко, устройствами интернета вещей и при этом окупаемость. Просто по сокращению штата в 10 раз меньше, чем за год. А вторая статья снижения сдержек, это автоматизация процессов. Поскольку есть определенная последовательность действий, ее можно автоматизировать, делать это быстрее, делать это надежнее, поскольку люди очень ненадежные создания. А еще люди болеют, а еще люди умирают, уходят на пенсию, ну в разном порядке. Избавиться от людей и заменить их автоматами – основная идея мира интернета вещей. И если вы придете к тому, что окей, все, ребят, мы вас услышали, давайте строить. Итак, сначала анализируем бизнес-процесс, потому что интернет вещей не придумает новый бизнес-процесс, он призван в первую очередь помочь в улучшении существующих бизнес-процессов. Потом, когда вы увидите, что это хорошо, переступим к этапу выдумывания новых бизнес-процессов, используя все эти новые возможности этих систем. И последнее, очень такое туманное определение – более быстрое принятие обоснованных решений, предиктивная аналитика. Что же кроется за вот этим вот мудреным определением? Мы принимаем решение, каждый день мы принимаем решение пойти в магазин за хлебом или не пойти в магазин за хлебом. А знаем мы, есть дома хлеб или нет. Окей, мы можем позвонить. Дорогая, есть дома хлеб? Это называется предиктивная аналитика. Прежде чем мы пошли за хлебом, мы узнали, нужен ли дома хлеб. Супер. Теперь представим производственную линию. Можем ли мы знать, этот станок требует переналадки? Михалыч, поди глянь, что-то он как-то так странно ведет этот станок, да? Типичный диалог с технологом, с мастером линии. Если у мастера линии есть больше информации, если есть понимание того, что собирается вместо 5-6 параметров 6 тысяч, то мы точно будем знать, что поплыло качество, или будут проблемы на линии, или еще что-то. Это называется предиктивная аналитика. И к этой предиктивной аналитике, в принципе, как следующий этап развития, уже можно подключать системы бигдата. Да, мы можем анализировать тренды и вырабатывать управляющие воздействия. Да, искусственный интеллект. От самых простейших нейросетей до более продвинутых систем. Ну, и чтобы уже закончить вот это соперничество, я бы назвал, скорее, сотрудничество LoRaWAN и Narrowband, где-то вот за последних, наверное, года-полтора соперничество начало больше выкристаллизовываться в поиск своей ниши. Вот уже четко определились победители по нишам. Если мы говорим про умные счетчики, да, то это в основном LoRaWAN. Почему? Долгий срок службы батареи, очень маленький поток данных, и при этом не требуется постоянное, частое обновление информации. Ну, какая разница? Ну, хорошо, раз в час это по максимуму, что нужно получать от счетчика. А, скорее всего, это будет раз в день или даже раз в неделю. А если мы глянем, например, на розничные продажи, да, где посттерминал, которому требуется гарантированный канал, который не должен ожидать того, что, ну, подождите минут 10, я вашу карточку потом прокатаю. Да? Представляете, длину очереди в супермаркете. Вот, а сельское хозяйство, а там классно LoRa, потому что ни один в здравом уме телеком-оператор не будет покрывать поля нейробендом. Это слишком дорого. Итак, что же можно в промышленности делать? Мы уже тихоньку переходим к кейсам. Ну, в первую очередь, сбор данных о производственном процессе без построения проводной системы телеметрии. То есть, вот эта вся слаботочка, вот эти вот жмуты телефонных проводов, так яролюбимые бомжами, от этого можно избавиться. Заменяем на беспроводку. А дальше мы берем, ну, например, паровой молот 1913 года постройки. Я сильно новый, 1909. Ребята, какая там есть телеметрия, ЧПУ, да, там электричества нет, он паровой. А есть системы, которые делают такой станок уже умным. Да, он, как и продолжал, может расплющить полутонную болванку в лист, а может набить скорлупу яйца. При этом мы можем поставить умные манометры на масляные насосы, на паровые клапаны и посмотреть, как себя чувствует данный старичок. И вот уже мы переходим от индустрии 1.0 к индустрии 4.0. Термин индустрия 4.0 был придуман в 2011 году на выставке Сибит. И был следующий постулат, что индустрия 1.0. Это был пар, паровые машины, первая индустриальная революция. Вторая индустриальная революция – это изобретение стариком Фордом конвейера. Третья – это были станки с ЧПУ. И вот сейчас мы приходим к индустрии 4.0, индустрия без людей. Да, помним, мы там несколько слайдов назад, и людей уже избавлялись. Продолжаем это делать. Контроль состояния технологических люков и задвижек. Открыто-закрыто. Вместо того, чтобы отправить кого-то посмотреть, почему там открыт или закрыт люк на станке, мы можем поставить там просто датчик, который скажет, что вот открыто, вот закрыто. Или же, например, как вот есть умная система контроля, обслуживания линий от Siemens, умный замок. Когда, представьте, большое производство, есть наладчики разных технологических процессов, и все они сталкиваются на каком-то конкретном рубильнике, который можно включить только тогда, когда все закончат свои работы. Что мы делаем? Мы вешаем туда умный замок, на этот рубильник, который не даст включить электричество на линии до тех пор, пока все из обслуживающих инженеров не закончат свои работы. А инженеры, проходя технологический процесс обслуживания, ну кто, например, там какой-то там подшипник чистит, да, кто-то там какую-то форсунку, пока они у себя не проставят галочки, я сделал, я сделал, я сделал, я сделал, замок не откроется. Просто, да, но за этим человеческой жизни. Добыча полезных ископаемых. Ну, такой достаточно интересный кейс, в том плане, что посмотрите на этот грузовик. В нем 32 сенсора, которые мониторят двигатель, двигательную установку, 120 сенсоров, которые подвеску и колесную систему, и 40 сенсоров, которые, собственно говоря, сами колеса, погрузочную систему и так далее. Я почему вот этот вот пример очень люблю, потому что он позволяет проблему масштабировать. Ну, неинтересно, там на маленьких цифрах, маленькие цифры, они не настолько очевидны. Да, оно приносит свою несомненную прибыль в будущем, но на больших цифрах легче показать. Так вот, простой вот такого грузовика в день обходится 2 миллиона долларов. Всего-навсего мы можем предактивно собирать аналитику о том, что грузовик себя плохо чувствует. Давайте что-то делать. А вот наша любимая тема безопасности телекоммуникационной инфраструктуры. Вы знаете, в Украине нет месторождений меди, но мы экспертируем медь. Несколько десятков тысяч тонн в год. Правда, запасы начали иссякать уже в канализации Днепропетровской и Запорожской областей. Но все равно еще много. Это датчик открытия люка. Мы делали тесты этим летом для одного из магистральных операторов. Причем он пришел к нам с конкретной проблемой, что годовые потери телекоминдустрии Украины от вот такого промышленной добычи меди составляют 160 миллионов гривен в год. Это прямые потери просто из-за воровства, из-за выездов. Это не учитываются непрямые потери, штрафные санкции из-за простоев. Потому что там как-то пытаются это дело решать, там обходными каналами, все. Но только на сети одного оператора от Роком за год почти 300 случаев преднамеренного выведения из строя инфраструктуры. То есть банально, каждый день происходит воровство. Такой вот датчик, будучи прикрепленным на люк, это стандартный лорован датчик, с батареей рассчитан на 10 лет жизни. При поднятии люка на 7 градусов, выдает в эфир посылку, все, караул грабят. А плюс в нем еще есть датчик температуры. То есть он, можно сказать, не только караул грабят, караул еще и подожгли. Зачем вот это вот? Дело в том, что по нормативам, как оно делается сейчас в Украине, телефонной канализации два люка. На верхнем вот такой датчик. Пока будут ломать нижний, ну, скорее всего, приедет полиция. В сельском хозяйстве. Не так много кейсов, потому что, в принципе, там и людей нет. Но, тем не менее, есть определенные моменты, где интернет вещей используется и в сельском хозяйстве. Ну, начиная просто от сбора параметров, собственно говоря, что происходит в поле, температура, влажность, кислотность, грунта и так далее, до более продвинутых вещей. Как мониторинг поливальных машин, как мониторинг сельскохозяйственной техники. Да, вы заплатили там трактористу за обработку поля, да, а он поехал левачить на вашем топливе. Отлично, супер. Вот такие вот вещи, как мониторинг техники, где он, что он делает, как себя чувствует сама техника, то есть уровень топлива, обороты мотора и так далее. То есть вот эти вот все вещи можно собирать. Есть не настолько актуально, как вот это контроль холодного цикла. Это требования евросоюзовские о том, что молоко от коровы и до прилавка, да, вот оно должно постоянно находиться при определенной температуре. Устройства интернета вещей помогают старое неэффективное производство превратить в максимально эффективное, контролируя температуру в молоковозе, на старых производственных линиях, в грузовиках, которые развозят готовую продукцию, в морозильниках, в магазинах. И это все сводить в единую систему. Ну, раз мы уже коснулись доставки в магазины, транспорт и логистика. Ну, есть стандартные элементарные вещи, там контроль целостности упаковки, там трекинг-палет. У нас был достаточно интересный кейс, пока рано еще говорить о коммерческих результатах, про систему в работе, но компания, развозящая алкоголь на палетах, на одной палете может быть порядка 20 тысяч долларов товара. Палета – это не грузовик. На палете нет возможности установить трекер, потому что GPS-трекер умирает автономно, через неделю. GPS – крайне энергозатратная технология. У лоры есть GPS, это не GPS-трекер, это называется TDOA, Time Difference of Arrival, метод геотрекинга без использования спутника. И это позволяет батареечному трекеру, который сообщает раз в час или раз в день, я здесь, имея сеть базовых станций Lora, обнаруживает, где же все-таки эта палетка и как она побывала. А если мы в эту палетку встроим еще и пьезодатчик, то мы узнаем, сколько водитель снял оттуда коробок с Чивосом. А вот еще такой, в принципе, интересный кейс, это для грузовиков, для автобусов. Это кейс Continental, да, знаем? Deutschland Continental. Производитель шин. Датчик внутри шины, который контролирует качество резины и может за три месяца до того, как колесо у грузовика лопнет на трассе, сказать, что таки колесо лопнет. Ну, во-первых, дешевле заказать его, а во-вторых, перебортировать не в условиях, не знаю, транс Минск-Москва, да, там занесенный снегом, болотом, а комфортно в гараже. Умный город. Это те кейсы, которые, в принципе, вот в Украине, наверное, одни из самых активно на сегодняшний день продвигаемых и, в принципе, уже перешедших из концептов во стадию реального использования. Ну, есть абсолютно стандартные задачи. Это учет. Вода, электричество, газ. Зачем это все учитывать? Ну, первое, убираем людей. Да, излюбленная тема. Убираем вот этих вот милых бабушек, которые ходят, переписывают показания счетчиков, заменяем их на бездушные машины. Что мы получаем при этом, помимо, собственно говоря, зарплаты бабушки? А то, что мы получим актуальные показания, а не то, что выдумано. Второе, ну, я наведу пример. У нас одна из областей Украины, да, областной энергокомпании. Украины только в этой области у них полмиллиона электросчетчиков. Их невозможно в разумные какие-то сроки переписать показания. Да, они отправляют учетчиков, которые приходят, переписывают показания, в лучшем случае раз в три месяца, а чаще всего раз в полгода. Замена этого всего на автоматику, на устройство интернета вещей, это дает, помимо всего, еще помощь в понимании перетоков воды, перетоков газа, перетоков электричества, прогнозирование необходимости инвестиций в магистральной линии. Ну, и второе, то, что максимально затребовано городами, помимо систем учета, это метео, качество воздуха, то, чем мы дышим. Чуть позже я на этом узнаю более подробно. Дальше мы посмотрим по умному городу. Не очень традиционная задача, касаемая управления мусором, управления уличным освещением, протечки, канализации воды и парковки. Умное освещение. Внедрение вот такой вот системы умного освещения позволяет сэкономить порядка 30% затрат на электроэнергию. Каким образом это достигается? Ну, во-первых, мы меняем старые уличные фонари на светодиодные. Потребление упало. А второе, мы ставим систему управления, основанную на лоре, на каждый уличный фонарь. И яркость этого фонаря синхронизируется с датчиком освещенности. Солнце село, сделали ярче. Солнце начало вставать, делаем тускнее, тускнее, тускнее и выключаем. Делаем более чувствительный датчик, мы еще можем синхронизироваться с лунным освещением. Луна вышла, ярко, светло, можно притушить фонари. Луна зашла, пошел дождь, мы увеличиваем яркость. А если у нас еще и туман, то смещаем спектр из 5000 кельвинов в 3000 кельвинов, делаем желтым освещением, удобно для автомобилистов. Умные холодильники. Это один из кейсов, который мы сейчас реализовываем в Украине. Это мониторинг пищеблоков. Школы, садики, то есть те предприятия коммунального питания, где можно не на добровольной основе, а принудительно поставить мониторинг холодильников. Зачем? Вы хотите знать, что ваши дети в школе кушают ту еду, которая постоянно хранилась при отрицательной температуре, а не размёрзся холодильник. Нормально, да? Комфортное пребывание в публичных зонах. То, как я уже говорил, то, чем мы дышим. О, там, видите, сколько всякого интересного, да? Страшно даже произнести название этих химикатов, которые могут присутствовать в обычном городском воздухе. Не всё, но больше половины там есть. Вторая половина, которой сейчас нет, если она появляется, то это уже всё. Ай-яй-яй. Построение таких метеостанций, особенно вблизи опасных предприятий, даёт возможность людям контролировать то, как себя ведут предприятия. Экономят ли на фильтрах или нет? Госэкослужба должна прийти или нет? Умный контроль мусора. Это то, что началось в Украине с внедрением новых государственных строительных норм. Нас разрешили строить подземные мусорные контейнеры. Теперь определить, насколько заполненный мусорный контейнер, сколько необходимых грузовиков, чтобы вывести энное количество контейнеров этих, уже не настолько очевидно. Посмотреть, что мусор должен вывозиться каждый день, нормы вывоза твёрдых бытовых отходов, да, они существуют. Но когда контейнер пятикубовый, приезжать каждый раз к нему, пока он заполнен на один куб, крайне невыгодно. Что мы можем сделать? Мы можем поставить вот такой вот датчик. Что этот датчик умеет? Он умеет две вещи. Первое. Это ультразвуковой датчик объёма, и он нам точно скажет, сколько процентов мусорный бак на данный момент заполнен. И второе. В нём есть датчик температуры, который нам скажет, да, мусорку подожгли. Такой вот датчик будет жить 10 лет. Естественно, если мусорку подожгли, то датчик сгорит тоже, поэтому нужно тренировать ещё пожарных, добежать до этой мусорки, пока он не сгорел. Он же всё-таки ценный. Окей, кейсы я могу обсуждать там несколько часов, и я думаю, что меня там скоро отсюда выгонят. Вот. Как на этом делать деньги? Есть несколько моделей, и на самом деле до сих пор нет однозначного ответа, как монетизировать сети с низким энергопотреблением. Но самый очевидный, поскольку, в принципе, структура вот такого вот это платить за сообщение, то это paper message. Платим за каждое сообщение. Просто, но абсолютно неоднозначно восприятие рынком вот такого вот вещи, потому что, а что я должен там платить, ну, там раз в год будет это сообщение, ну, если так, например, охранный датчик. Это невыгодно оператору. Вот paper message – это выгодно клиенту, невыгодно оператору, потому что вы построили сеть, а… Хорошо. Подписка, сервисная модель. Вы говорите потребителю, что вот этот вот датчик, вот за этот датчик там 5 долларов в год, вы мне платите, и все сколько там не будет с него сообщений, будут все доставлены. При этом, поскольку это достаточно чувствительная сеть в плане уровней покрытия, есть третья идея – это платить за зону покрытия, за квадратный километр покрытия с определенным уровнем сигнала. В любом случае, какой бы модель вы не предлагали там своим конечным там клиентам, ценность для клиента имеет не сообщения как таковые, а информация. Ну, при чем тут микротик, да? Да, что мы тут собрались? Итак, у микротика появились инструменты, и микротик тоже вошел в эти игры с лора и с интернетом вещей. Так, первое устройство, которое выходит на рынок, это карта мини-PCI, вот R11 и лора 8, лора 9, различие в этой циферке 8-9, в принципе, можете сами потом посмотреть в дата-шитах. Это диапазон 868 европейский и 915 американский. 8 каналов. LBT, listen before talk, это, кстати, важно, например, для Украины, где у нас есть всего лишь 3 канала для лоры, но при этом разрешено LBT. Да, у нас есть еще рабочий цикл, 1% стандартный, как в Евросоюзе, но 36 секунд в час можно вещать на одной частоте, конкретном одному устройству. Вот 3 частоты у нас, там 90 секунд, да, как превысить это, особенно если это касается базовой станции, которая однозначно будет превышать эту цифру. LBT, listen before talk, прослушали эфир, спектр чистый, можем передавать. До 16 ДБМ мощность, в Украине 14, в Молдове, честно, не скажу. Чувствительность до минус 134 ДБМ при SF 12. А, кстати, что такое SF? Это spreading factor. Это одна из фишеклора, позволяющая ей выживать в тяжелых условиях городских электронных шумов. Если вы будете, ну, представим, на дискотеке, да, в ночном клубе, типа, Вася, пойдем курнем, да? Если вы будете стоять рядом, вы друг друга услышите. Если Вася на той стороне танцпола, ничего вы не услышите. Но что можно делать? Можно кричать медленно. Вааа, вся, ну и так далее. Мы говорим медленно, но Вася от вас услышит, потому что меньше влияние импульсных шумов на эту передачу. В Лора есть spreading factor от 12 до 7, 7-10 кбит в секунду передачи. Мы быстро, качественный канал. И SF 12, 200 бит в секунду, медленно, но более высокая чувствительность. При этом механизм ADR позволяет бегать между SF 7 и SF 12 в зависимости от качества канала. Потому что по факту SF 7 лучше. Помимо того, что это быстрее, еще меньше времени в эфире, а значит, меньше батарейка разряжается. Поддерживаются классы Лора А и С. Лора А, устройство, все время спит. Появился внешний раздражитель, либо таймер, либо какие-то данные появились. Выпустили посылку в эфир, послушали два окна на прием и опять спим. На второй половине Лора С это устройство, которое все время слушает. Устройства С должны иметь постоянное энергопитание. Как правило, это какого-то плана актуаторы. Либо же, например, умное освещение, либо же есть это на производство какого-то плана управления производственными активами. Ну и следующее. мы берем эту карточку и вставляем ее в кит. Что у нас добавляется? У нас добавляется канал для общения с внешним миром, Ethernet, Wi-Fi, питание, ПОЭ, 7 Вт максимальное энергопотребление и рабочая температура от минус 40 до плюс 60. Ну и понятно, роутер ОС и Лайсон Девел 4. Как вы можете использовать нас здесь? Мы эксперты. Мы эксперты, в том числе и в решениях интернета вещей. Мы как поставляем оборудование, как помогаем с радиоразведкой, радиопланированием, причем всех составляющих этой сети, обучение и сопровождение вплоть до SLA 24 на 7. Спасибо всем за внимание. У меня есть еще много технических слайдов, которые, если хотите, можем обсудить детали лора сетей позже. Но, в общем-то, я все. Будем вопросы? Спасибо. Здравствуйте, Евгений. Меня зовут Александр. Я занимаюсь тоже некоторыми разработками на микроконтроллерах. И вот меня интересует момент. Вы все время делаете упор на то, что батарейка будет жить очень долго, что совсем маленькое потребление питания. А почему вы делаете упор на батарейку? Датчики точно так же умирают. И как вы смогли просчитать этот момент 10 лет? На тех же люках с вашими датчиками температура воздуха меняется постоянно. То есть, это такие же подземные воздушные потоки, это температура окружающей среды, это минусовые и плюсовые. Когда солнце шпарит, батарейка улетает меньше, чем за полгода. И мне это не понаслышке известно. Как вы с этим боретесь? Как вы сможете просчитать формулы? Ну, смотрите, во-первых, то, что мы являемся интегратором, а не производителем, то есть, мы как бы в 99% случаев полагаемся на производителя, то, что декларирует производитель. Второе, да, абсолютно закономерные вопросы, а почему, насколько можно вообще верить вот этим всем вещам. Ну, первое, это то, что проекты уже есть, которые работают не первый год, и мы видим, как, в принципе, показывает динамика полевая, что обещали, что по результату получилось. И абсолютно правильно, да, батареи это самое слабое место, и верить, там, наверное, трём четвертям производителей батарей не стоит вообще, особенно, если они там где-то Юго-Восточная Азия. Но есть батареи, те, которые действительно показывают те характеристики, которые были заявлены, и скорость разряда батареи, даже вот там в условиях, ведь всё равно производитель какие-то указывает условия работы своих батарейных блоков, плюс, опять же, очень многое имеет значение корпусировка, как, какого класса там корпуса, IP65, IP67, или, например, IP40, да, вообще, в принципе, незащищённый корпус. какие-то меры предпринимаются. Если устройство класса IP67, если производитель для своей батареи даёт допустимые, вот, для использования, там, например, минус 30, плюс 60, да, и, в принципе, устройство работает в этих всех пределах, то, как я уже сказал, есть уже наработанная там несколькими годами практика, то, как мы видим, что действительно вот оно вот себя вот так вот выдерживает. Будет ли датчик там работать 2 года, 5 или 10 лет, всё же зависит опять от того, что это за датчик. Геркон или там датчик холл, ему всё равно, ну, будет и 20 лет работать. Гораздо быстрее, да, там умрут конденсаторы. Но, ещё раз я повторюсь о том, что мы, как интегратор, мы полагаемся на даташиты от вендора. У меня ещё один вопрос есть. Вы используете лору. Классно. Вас никогда не взламывали? Никогда эфир не засоряли настолько, что вы ни одного пакета не получали? Ну, смотрите, загнобить станок… Простите, я вас перебью ещё на одну секунду. Просто вы рассказали, как оно всё работает. Не боитесь, что оно перестанет работать после сегодняшнего дня? Ну, так. Мало ли, какой-то инженер, я думаю, здесь их много сидит? Смотрите, баловство никто не отменял, и поставить направленную антенну, загнать туда 25 милливатт, направленно пытаться погасить базовую станцию преамбулами. Да, можно, никто это не исключает, и да, ну окей. Вопрос в чём, то, что какая практическая с этого ценность? Ну, хорошо, поигрались, но умерла база на какое-то время, но всё равно срок, скажем так, периодичность передачи пакета в эфир, она достаточно редкая. Вы не будете ломать базовую станцию месяц, вам надоест раньше это делать. ну как только 135 миллионов гривен меди вывезут, так и перестанут. Да, и в дополнение к коллеге, в дополнение к коллеге, какая практическая ценность в дополнение к коллеге, вы так чётко сказали, что люк, как только, там сколько, 7 градусов наклонить его, да? А зачем его наклонять? Подними его параллельно земле, ну это для меди вашей. Нет, мы проверяли вот это вот всё и в том числе вот такую вот вещь, что да, поднимем его перпендикулярно, но там же не один датчик. Датчик, измеряющий перемещение пространства тоже есть и вам другого просто плана пакет придёт. Отвечая на вопрос, что вот, вымогательство и так далее, пакет принимают несколько станций. Всё зависит от плотности сети. Мы рекомендуем в городских условиях планировать все таким образом, что от датчика до базовой станции было не больше 500 метров. При этом шансы, что погасить 5-6 станций одновременно у злоумышленника это будет очень тяжело. Это нужно поставить широкополосную помеху, причём поставить эту широкополосную помеху так, что она положит GSM-оператора. Поверьте мне, утопят этого злоумышленника не вы, а GSM-щики. Найдут его гораздо быстрее. Я могу точно утверждать это, что такие кейсы в Украине были с попытками глушения GSM-сети и закончились они для злоумышленников плохо. Очень плохо. Но это было лет 15 назад. Не слышно уже с тех пор. Говорю, сразу показывайте ценник, сколько зарабатывают GSM-ы, как и динамика дальше. Спасибо, Евгений. Следующая презентация Николая Честрюга. Николая Честрюга.